Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, отец Назарий. В прошлом выпуске мы общались на тему бесчадия, бесплодия в семье и как православным христианам с этим справляться. Но в жизни бывает совершенно противоположное отношение молодых людей к детям, когда они не желают иметь детей по тем или иным причинам. Но ребенок уже есть, он уже растет в утробе матери. И какое решение примут молодые родители, когда они не хотят иметь детей. Об этом мы поговорим с нашим сегодняшним гостем, настоятелем храма в честь воскресения Христова, села Воскресенка, отцом Максимом Портновым. Здравствуйте, отец Максим. Здравствуйте, отец. Здравствуйте, дорогие зрители. Отец Максим, в какой момент ребенок в утробе матери становится человеком? Мой любимый вопрос. Я этим вопросом, во-первых, сам занялся очень-очень давно, еще до своего церковления. Во-вторых, я этот вопрос всегда задаю, когда ко мне приходят крестить детей. Чем весьма сильно порой ошарашиваю взрослых. Казалось бы, вроде, но все понятно, откуда берутся дети и, батюшка, что ты тут прикапываешься к нам? Но все на самом деле не так-то просто. И когда задаешь вопрос именно, а вот человек-то когда появляется? И вот тут возникает такой интересный диссонанс. Оказывается, люди очень часто разделяют рождение ребенка и появление человека. И они делят эти два момента. Поэтому очень часто, когда этот вопрос я задаю, то получаю, ну, в большинстве случаев ответ на вопрос в виде того, что, ну вот, он родился вот такого-то числа, такого-то месяца. И вот с этого момента это вот уже, это уже человек. А есть даже ответы, которые говорят о том, что, ну вот он когда начнет себя осознавать как личность, вот с этого момента он является человеком, а до этого нет. Поэтому этот вопрос очень такой интересный. Вот эта вот маленькая точечка, которая моя дочечка, вот это кто? Это просто вот набор клеток? Это некое количество каких-то там сосудов? Это шестой недели начало сердцебиения? Или же все-таки это что-то большее и, соответственно, раньше начинающееся? Я думаю, все-таки большинство согласятся со мной, что человек состоит не только из каких-то внешних представлений, руки, ноги, голова, из набора определенного внутренних органов, некого там, не знаю, химического состава какого-то, да? Все-таки это в первую очередь личность. Так вот и самый главный-то вопрос, а личность-то она откуда берется? Когда, в какой момент она появляется в человеке? И все-таки православная церковь, она отвечает на этот вопрос очень четко и прямо. Непосредственно с момента зачатия. То есть появление человеческой души и человеческой личности начинается с момента оплодотворения яйцеклетки. Все, это уже человек. Там можно медицински порассуждать по поводу, когда это, значит, там произойдет, там сколько часов, минут, это уже вопрос там другой, не имеет принципиального значения. Но в целом, вот если обобщить, то это вот так. Чтобы подтвердить свои слова, я вам приведу то, что сказано в Ветхом Завете. Псалмопевец Давид описывает рождение, развитие плода такими словами. «Ты устроил внутренности мои и соткал меня в очлеве матери моей. Не сокрыты были от тебя кости мои. И когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы, зародыш мой видел очи твои». Как интересно сказано, да? Пророку Иеремию Господь говорит, «Я образовал тебя в очреве, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя». То есть, вот он ответ на самом деле. С момента зачатия это уже человеческая личность. И она, эта личность, будет развиваться определенным образом. И наша задача уже взаимодействовать с этой личностью, разговаривать с ней, общаться. Вот у меня четвертая дочка, когда появилась, старшим трем уже так было прилично по возрасту. И у меня девчонки с удовольствием каждую неделю слушали маму, и она им описывала, вот сейчас на этой неделе то-то, то-то, значит, происходит в утробе, вот так вот ребенок меняется, вот настолько он вырос. И они уже с ней начинали общаться, еще с утробы материнской, со своей будущей, значит, сестрой. Поэтому это очень важно, понять, что жизнь начинается еще в утробе матери. Соответственно, мы делаем и логический вывод, что прерывание такой жизни в утробе матери является грехом. Именно поэтому церковь и называет аборт смертным грехом, грехом убийства. Правильно я говорю, отец Максим? Да, к сожалению, это то, что имеет место в нашей жизни. И мы, священники, к сожалению, весьма часто сталкиваемся с этой проблемой. Поэтому, наверное, стоит здесь сказать об этом. Так вот, если мы действительно допускаем и говорим о том, что именно с момента зачатия уже это абсолютно уникальный человек, абсолютно уникальная личность, то любое действие, направленное на то, чтобы этой личности не дать развиться и родиться, то, конечно, это сознательное вмешательство в эти таинственные процессы, непосредственно в которых участвовал Господь Бог. И вот тут есть несколько опять проблем. Первая проблема связана с тем, что нам в школе дали ложную информацию. Я не знаю, как сейчас, мои дети только приступили к изучению биологии, но когда я учился в школе, то там была такая табличка, и там было нарисовано эмбриональное развитие разных животных, значит, и в том числе человека. И там было показано, что вот на первой неделе мы все одинаковые. И с обезьяной, и с кошкой, значит, там, и с китом каким-нибудь. На второй неделе мы тоже плюс-минус одинаковые. Ну, и там вот я не помню, сколько точно было, но там как минимум до шестой, а то, наверное, и до двенадцатой недели. Показано, что в плюс-минус мы одинаково развиваемся эмбрионально, не сильно отличаемся мы от какой-нибудь животины. Только уже многим позже я узнал о том, что эта таблица абсолютно ложная и неправильная. И сегодня можно даже в интернете найти эту информацию, как выглядит эмбрион младенца на очень ранних этапах. Например, там, на второй, третьей, четвертой и так далее неделе. Это уже вполне человек. То есть внешне, антропологически, это уже личность. Поэтому начало аборта на самом деле наступает с этого момента. Я знаю историю, когда девочка говорит о том, что я не убила человека. На этой неделе это вот там черепашка какая-нибудь, не более того. То есть это страшно. Вторая причина аборта – это вот непонимание, что это непосредственно человеческая личность. И это уникальный человек, второго которого не будет существовать. Он один, единственный. Вот сейчас у нас там 8 миллиардов человек, значит, поэтому он такой один. Второго нету. Даже брат-близнец, он будет отличаться как личности, даже там генетически от, значит, своего близкого. То есть это тоже уже проблема. Поэтому церковь крайне негативно относится к аборту. Это является одним из тяжелейших грехов. Значит, да, церковь принимает таких родителей, дает им епитемию, значит, во время которой они должны… Что такое епитемия, это смысл? Это такое, скажем так, молитвенное задание, я так вот объясню это, которое дает священник на определенный срок. И семья вместе, потому что в аборте виноваты оба, как минимум родители, а как максимум еще есть и друзья, и мама, и бабушки, и еще кто-то. Значит, они все виноваты в этом аборте. И они все должны, значит, принести плод покаяния в содеянном преступлении, убийстве ни в чем не повинного ребенка. Вот церковь на себя взяла, значит, ответственность за вот этих нерожденных детей в попытке их сохранить, так как юридически за них никто не вписывается, давайте так вот сейчас скажу. Значит, они у нас никак ничем законом каким-нибудь не защищены, поэтому только религиозные организации, в частности православная церковь, она выступает за законное право этого ребенка на существование. А как быть, отец Максим, когда существует угроза жизни матери, угроза ее здоровью? Когда встает вопрос, либо будет жить мама, либо выживет только ребенок при рождении, ну, например, там, когда-то внематочная беременность. Вот как в этом случае церковь относится к вопросу и к выбору матери о том, сохранить чадо или нет? Слава Богу, не так часто нам приходится решать эти вопросы, но у меня вот лично было несколько таких ситуаций. Значит, и тут, да, нужно разобраться, как же все-таки здесь относиться к этому моменту. Во-первых, мы должны понять, что все-таки многие процессы, которые происходят в нашем организме, мы виноваты часто сами. То есть сбрасывать здоровые головы на больную или наоборот, это не всегда правильно. То есть все-таки процесс зарождения жизни, он глубоко сакрален с одной стороны, с другой стороны он имеет целый ряд внешних факторов. И к этому процессу тоже нужно быть готовым. Вот может быть как-то странно это прозвучит, но не случайно наши предки, они даже специально молились перед зачатием ребенка. То есть женщина должна специальным образом подготовиться и мужчине бы тоже хорошо подготовиться. Значит, там даже медицинские есть показания о том, как мужчина должен в течение определенного срока воздерживаться от каких-то нехороших продуктов, например. Ну, конечно, они молились. Если мы посмотрим, что раньше происходило, была просто высокая смертность среди женщин, когда они рожали детей, потому что медицина была не так развита. Естественно, люди переживали и люди молились. То есть это было гораздо серьезнее. Ну, тут можно так поспорить по поводу высокой смертности. На самом деле историки говорят, что это не была очень большая. То есть, да, сейчас меньше, потому что есть технологии, позволяющие заранее что-то сделать, в том числе и кесарю, которая была, конечно же, невозможна в те времена. Но говорить о том, что она была совсем высокая, нет, не вот прям. Но медицинские, физические, духовно нужно себя подготовить. Да, и это фактор очень большой, который может стать причиной, да, банально простуда, посидел там на холодном, застудил себе что-нибудь, и вот тебе, пожалуйста, вниматочное. То есть это очень может даже быть. Но уже отвечая на ваш вопрос, отче, конечно, это трагедия. Это трагедия для супругов, что вот эта, значит, личность, она не дошла до туда, куда она должна была дойти, а значит, не прикрепилась к матке, не стала развиваться так, как она должна была развиться. Это трагедия. И здесь церковь на самом деле занимает позицию родителей, в первую очередь мамы. То есть мы встаем на защиту человека, который имеет право на существование, на жизнь, но тот ребенок, он нежизнеспособный, как бы это страшно ни звучало. Вероятность того, что внематочная беременность станет нормальной, почти нулевая. Поэтому это стопроцентная смерть ребенка. А если это не будет приниматься решение правильно, то это большая вероятность смерти и для матери. Поэтому я зачитаю слова из социальной концепции Русской Православной Церкви. Это документ еще в 2000 году он был выпущен. И вот там есть следующий текст, касаемо именно вот этого момента. В случае, когда существует прямая угроза жизни матери при продолжении беременности, особенно при наличии у нее других детей, с пастырской практикой, рекомендуется проявлять снисхождение. Женщина, прервавшая беременность в таких обстоятельствах, не отлучается от общения с Церковью, но это общение обуславливается исполнением личного покаяния, личного молитвенного правила, которое определяется священником, принимающим исповедь. То есть то, о чем я и говорил выше, значит, когда человек дает, значит, кающимся в этих грехах определенную епитемию. Вот это об этом есть. Поэтому Церковь допускает, если это действительно угроза жизни и здоровью матери, идти на такие крайние шаги. Но я, знаете, вам скажу другой пример. У меня был пример, когда меня позвали врачи в роддом, чтобы я уговорил маму сделать аборт. У нее были проблемы со сердцем, она лежала в кардиоцентре. Значит, и когда я к ней пришел, она оказалась человеком вполне верующим. Мы с ней замечательно пообщались, и она мне сказала, может, не дословно, но приблизительно такую фразу. Даже если вы меня сейчас уговорите, в чем я сомневаюсь сделать это страшное действие, как я потом буду жить, зная, что у меня был шанс родить здорового ребенка, значит, и я этим шансом не воспользовался. Поэтому, он говорит, я как человек верующий, всецело отдаю себя в руки Божьей и в руки врачей. Я готова на любые предписания, которые мне будут делать врачи, надо лежать, я буду все 9 месяцев лежать. Значит, ну лишь бы мой ребенок был жив. В итоге она родила, мы многие годы с ней общаемся, у нее замечательный ребенок, без каких-либо патологий, все прекрасно. Но еще раз повторюсь, нужно внимательно слушать, что говорят врачи, и еще раз повторюсь, что церковь допускает возможность такого действия. Просто у нас бывает иногда и за нашими братьями настолько нет, нельзя ни при каких-либо обстоятельствах, что погибают оба. Это недопустимо. Максим, еще тоже хотелось бы разобрать такой вопрос. В прошлом выпуске мы общались на тему бесчадия, и когда мы говорили о способах медицинских справиться с проблемой бесплодия, я умышленно умолчал о втором способе, против которого выступает церковь. Этот способ называется ЭКО. И вот так как мы стали сейчас с вами говорить о том, когда появляется человек, когда можно человека считать в утробе матери уже полноценной личностью, я думаю, будет уместным задать как раз-таки вопрос, чтобы вы нам разъяснили, почему церковь выступает против ЭКО, почему это считается неприемлемым. Да, категорически можно даже сказать неприемлемым, и по одной и самой главной причине. Идет разрушение тех эмбрионов, если подойти к этому термину именно таким вот образом, которые создаются вот в некой там чашке. Если можно, отец Максим, вы поясните вообще, что это за процедура такая экстракорпоральное оплодотворение, то есть чтобы было вообще понимание, о чем идет речь. Потому что вроде все слышат ЭКО, ЭКО. А что это такое, как бы некоторые люди и семьи даже не представляют вообще, о чем идет речь, чтобы было понятно, почему мы будем дальше вот рассуждать в том или ином ключе. Насколько я понимаю, есть три вида ЭКО. Первый относится к естественному, когда есть некая помощь, значит, женщине или мужчине, по тем или иным причинам, у которых не все хорошо со здоровьем. И в целом эта врачебная практика работает и прекрасно, и у церкви нету здесь никаких проблем. Вторая – это, ну скажем так, наполовину искусственная. И здесь церковь, в принципе, тоже в основном нормально относится. Что имеется в виду? Например, непроходимость труб или их вообще там какое-то отсутствие. Я тут медицински могу не совсем правильно сказать, но мысль там такая, что искусственным образом, значит, в яйцеклетку вводится сперматозоид, значит, зарождается жизнь, и дальше все в порядке. Если это законный супруг, а вот они, значит, банк кое-чего, то в целом церковь здесь вполне нормально к этому относится. Пожалуйста, вспомогательная функция медицины в этом плане абсолютно естественна, и церковь только руками-ногами за. Здорово, вы стали родителями, молодцы, поздравляю. А вот третья, она является абсолютно искусственной. То есть, когда берется несколько яйцеклеток матери, несколько сперматозоидов отца, и условно некой там баночки Петра, значит, или как у нас обычно говорят, пробирки, значит, они соединяются, обычно их несколько, то есть от трех и более, значит, появляются зародыши, как это называется у них. И вот дальше-то вся проблема. То есть, что делать вот с этим количеством оплодотворенных яйцеклеток, то есть там уже зародилась жизнь, и там они уже начали развиваться, то есть они дают какой-то срок для развития, только потом они подсаживают уже к матери, значит, вот эти оплодотворенные яйцеклетки. И тут практика следующая. Раньше, еще там лет 10 назад, практика была, когда подсаживали сразу много, и была многоплодная беременность, у нас появлялись и, значит, тройняшки, и четверо, и пятеро даже я слышал, что было. И тогда церковь, в принципе, говорит, ну, ну ладно, ну никто не был уничтожен из этих младенцев, никого там в криокамеру не засунули, вот, никого после уже плодотворения не убили, ни оттуда не достали, тогда ладно, ну в целом давайте как-то это еще можно, значит, подумать на эту тему. А ведь проблема-то заключает в том, что в основном избыточные вот эти оплодотворенные яйцеклетки либо их замораживают в криокамере, либо их уничтожают. Вот вам прям пример, как говорится, месячной давности. Я был в Дивеево, меня поставили там на исповедь, подходит женщина на исповедь, говорит, батюшка, вот так и так, я, значит, делал ЭКО, вот у меня родился ребенок, все хорошо, значит. Я говорю, слушай, а вот ты ЭКО делал, у тебя был один только ребенок? Нет, шестеро. Одного подсадили. Я говорю, а где другие пятеро? А, они вот там заморожены. Я говорю, ну а вы что дальше собираетесь делать? Ну не знаю, я вот думал, ну может раздать их кому-то. Аааа, просто вот как? Так, мои дорогие зрители, вы просто подумайте над тем, как кощунственно, как ужасно звучат эти слова. Мои дети где-то там в криокамере в минус 200 с чем-то там градусов находятся в замороженном состоянии, а я мало того, что, простите, не чешусь по этому поводу, так я еще и даже не хочу дальше что-то менять. Я не собираюсь их оттуда достать, их родить и дать им жизнь и так далее. Как? Как это допустимо? Или у меня был, значит, спор, у нас клиника есть в Самаре по ЭКО, мы с ними делали там прямой эфир, и вот они, по-моему, под Рождество Христово, они, значит, пишут у себя, значит, там в соцсетях, значит, вот у нас тут семья, они, значит, взяли и сделали ЭКО, у них осталось несколько эмбрионов, они их не хотят, и мы можем бесплатно их раздать. Это товар, что ли? У тебя остались лишние подушки, у тебя остались лишние буклетики какие-то, как можно распоряжаться человеческой личностью вот таким вот образом, подарить, может, давайте еще устроим какой-нибудь там, значит, аукцион, да. То есть это ужасно на самом деле, поэтому церковь против ЭКО. За исключением сейчас все-таки есть методы, которые позволяют взять одну, там, например, или две яйцеклетки, только их оплодотворить, только их подсадить, и в этом случае, ну, и то здесь еще возникает ряд моментов, которые церковь все-таки призывает подумать, насколько там процент вероятности высокий, потому что если допустить, хоть там несколько процентов вероятности, что ребенок погибнет, ну, как любовь к матери может допустить вероятность гибели ребенка? Понимаете, у нас есть примеры, когда люди сделали 3-4 ЭКО, все это было уничтожено, они умерли, и потом рождается один, там, братика или сестренка, и возникает вопрос, а вот на алтарь рождения этого ребенка было положено столько детей, это вообще как? Это допустимо или нет? Я, как многодетный отец, нет, и для меня это не допустимо. Ну, то есть, мы приходим к тому, что все-таки есть разные методы в процедуре ЭКО, не все они настолько критичны, все-таки какие-то вещи церковь допускает, но вот там, где это связано именно с жизнью эмбриона, и так как мы считаем, что это уже человек, это уже личность, то различные манипуляции, которые приводят либо к смерти, либо там какой-то там раздачи, или, не дай бог, там торговли этими эмбрионами, они, конечно же, для нас, как для православных христиан, ну, являются абсолютно неприемлемыми. В итоге возникает еще один вопрос, если можно коротко, отец Максим, вот люди не хотят иметь детей, и православные, допустим, православные, ну, по каким-то причинам, допустим, там, может, они не готовы еще, допустимо ли им пользоваться контрацепцией, то есть, как вот церковь относится к этому? Ну, да, все-таки в основном церковь говорит о том, что это не есть хорошо, потому что раз вы уже вместе, если вы называете себя верующими людьми, значит, вы доверяете Богу, а значит, вы должны ей сказать, Господи, если надо, то дай нам ребенка, если по каким-то причинам нам сейчас не нужно, ну, значит, это твое решение. Контрацепция в этом плане является, если абортирующей, то она 100% запрещена. Все, это спирали, еще какие-то способы. Если это барьерное, то церковь в целом относится к этому спокойно, если там есть обоюдное решение обоих супругов. Если они так решили, пожалуйста. Хорошо. Отец Максим, спасибо большое за интересную беседу. Вопросы действительно сегодня были очень сложные, непростые, и будем надеяться, что Бог поможет людям, которые столкнулись с проблемами, связанными с детьми, или, может быть, которые сомневаются, сохранить или не сохранить жизнь, что Господь поможет им принять правильное решение, сохранить жизнь и воспитать будущие детей действительно добрыми христианами. Напоминаю, что, дорогие друзья, свои вопросы вы можете оставлять в нашей группе ВКонтакте «Самара ГИС» в разделе «Обсуждение», передача просто о вере. И мы прощаемся с вами до следующего понедельника. Ангелы всем хранителя, с Богом! Субтитры создавал DimaTorzok